Тревожная кнопка продолжает утренний эфир ОНТ. В студии Марина Мороза. Здравствуйте. Погода вносит свои трагические коррективы. В Полоцком районе на дороге погибли супруги. Трасса Полоцк-Минск. Водитель Киа потеряет управление. Машину вынесет навстречу Рено. Пассажиры француза, пожилые супруги погибли на месте. 48-летний водитель госпитализирован. Пассажиры и водитель Киа не пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Каждый день новое испытание погоды. Туман, дождь, гололед. Вот инспекторы ГАИ, милиционеры, спасатели на круглосуточном контроле, чтобы всегда успеть вовремя прийти на помощь. Помните, пришла беда на Бери-102. Детская поговорка как никогда актуальна и во взрослой жизни. К другим новостям. Мужчина проиграл на псевдобирже несколько кредитов. На что купили его мошенники? На быстрый и легкий заработок. Торговать нужно было нефтью, валютой и криптовалютой. Чтобы стать серьезным биржевым игроком, он вложит в инвестиции 43 тысячи рублей. На самом же деле аферисты. Создавали иллюзию выигрыша, и мужчина думал, что реально зарабатывает. И его даже не смущало, что за месяц он не может вывести деньги по разным причинам. Чтобы переводить аферистам деньги, мужчина взял несколько кредитов. Фантазии с уголовным подтекстом. Парень в сети познакомился с девушкой, а на следующий день стал получать угрозы вплоть до убийства родственников. Незнакомец, названивавший молодому человеку адекватный диалог, не воспринимал, пригрозив увечьями. Потребовал деньги за услугу, которую мужчина якобы забронировал в переписке с новой знакомой. Понимая, что он ничего не заказывал, меньшанин отказался платить деньги и прекратил диалог. Сначала требовали 100 рублей, а в следующем сумма уже увеличилась до 1000 рублей. Он не перезванивал и угрожал расправы над моими родственниками, родителями и близкими людьми. Угрожал, что он их убьет и вообще его заполни надолго. За вымогательство возбуждено уголовное дело. Уголовное дело можно получить из-за распространения психотропа и за упаковку веселящего чая. Правда, когда работает наркоконтроль, не до веселья. Гомельские оперативники в столице с поличным возьмут оптово-розничного курьера наркомаркета при себе и в тайниках Альфа-ПВП. Как оно работает? Не знаю, это месяца полтора. По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты весы, изолента, зип-пакеты, предназначенные для фасовки наркотика, а также аналогичный психотроп. До семи лет тюрьмы грозит белорусу за чай, вез его из Литвы домой. Запрещенный гостиницу чует служебный пес в котловке. Напиток оказался с коноплей. В чайной экспертизе путешественник с подпиской о невыезде проводится проверка. Казалось бы, ну сняла ты с себя одежду, ну какое же это преступление? Никакого, если за этим процессом не наблюдают благодарные зрители. Задержана очередная вебкамщица. Порностудию 23-летняя барышня организовала, не выходя из дома. Интим-контент и снимала, и в нем же снималась. Ролики публиковала в платном канале и на тематических сайтах. Доступ к онлайн-телу варьировался от 45 до 350 рублей. Задержанная рассказала, что ранее аналогичным способом работала в разных странах Европы, а в декабре прошлого года вернулась в Беларусь. Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. И это все на сегодня. Криминальную хронику рассказываем в телеграм-канале «Тревожные кнопки». Итоги недели подведем уже завтра, в пятницу, в 17.30. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин